Так, ну и уже с минуты на минуту будет релиз нового сезона, встал я достаточно рано по меркам лета, поэтому будем ждать и посмотрим, что же Эпики нам представят в новом сезоне. Ола Амигас, на связи Матвей. Вот и наконец-то вышел новый седьмой сезон второй главы Фортнайт, и сегодня, как вы, наверное, уже могли понять в этом видео, я сделаю на него некий обзор. Но стоит заметить, это будет необычный обзор, да, я не буду, как типичный ютубер, рассказывать вам про все нововведения, которые были добавлены в игру, потому что, уверены, вы уже все сами прекрасно знаете. Существует дохрена всяких новостных пабликов по Фортнайт, которые давным-давно уже все рассказали. В этом ролике хочу заострить ваше внимание на все незаметные с первого взгляда нововведения в игре, такие как новая измененная механика игры, новый геймплей, киберспорт, что это вот все ждет в дальнейшем под конец сезона, но также расскажу все плюсы и минусы нового сезона в нашей игре под названием Фортнайт. Постараюсь выяснить, новый 17 сезон Фортнайт это хорошо или плохо, но также под конец видео затрону тему обновлений, которые новый сезон принес нам конкретно в мобильную версию игры. Да, потому что этот канал, как ни странно, специализирован по Фортнайт мобайлу, и я не могу об этом не сказать. Короче, будет мега интересно, поэтому ни в коем случае не переключайтесь. Но перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель, если ты впервые на этом канале, если ты так же, как и я, играешь в мобильную версию Фортнайта, то обязательно оформляй подписку, тут ты сможешь найти единственный и лучший контент по Фортнайт мобайлу во всем СНГ. Также обязательно поддерживай наше мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Фортнайт, тег автор мотивкар смелого дипку по исключительно с ним, в том числе и новый боевой пропуск. А также теперь я читаю именно трех пользователей, которые первые оставили комментарий под последним видео на канале. На этот раз огромное спасибо Рогалику, Стилу и Метеору, очень приятно, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте наконец-таки подробно разберем новый седьмой сезон второй главы в нашей всеми любимой игре под названием Фортнайт. Уверен, такого вы еще нигде не слышали. Что ж, ну и давайте, пожалуй, начнем с изменений, которые коснулись конкретно геймплея в нашей игре. Можно даже сказать, что Фортнайт по геймплею возвращается к своим истокам, потому что вернули нормальное оружие, наконец-таки, потому что я их очень дико ждал. Мне так бесили вот эти вот тематические да исторические оружия в предыдущем сезоне, вообще не понимаю, зачем их добавили. Вот типа в этом сезоне, да, конечно же, есть какие-то специальные новые космические пушки, но опять же, их всего лишь несколько штук, и они вот не основная часть геймплея. А в предыдущем сезоне вообще просто все нагло оружие поменяли, и это никак не клеилось в основной геймплей Фортнайта. Да и вообще, космическая тематика мне нравится намного больше, чем доисторическая, как была в прошлом сезоне. Ну а также Фортнайт вернулся привычным нам мувмент по типу батутов, джампадов, ну и тому подобного. Ну и конечно же, это сильно ускоряет игровой процесс, что делает Фортнайт более интересным. Также вы могли заметить, что Epic Games начали очень усердно бороться с крысами и кемперами в нашей игре. Как бы, Фортнайт это не та игра, где ты должен по три часа сидеть в кусте и ждать, пока противник пробежит рядом с тобой, чтобы незаметно его убить. В Epic Games это прекрасно понимают, поэтому они добавили специальную пушку, которая определяет, где противник находится в вашей области, при этом боеприпасы на неё бесконечные, что не может не радовать. Также я очень рад, что наконец-то вернули прежний нам верстак, на котором можно апгрейдить оружие, ну а также игровые автоматы, где также можно выбить новое оружие. Потому что честно, предыдущая механика по апгрейду оружия, которая была в игре, мне не очень сильно зашла. В предыдущем сезоне было слишком много крафта, при этом у этого крафта не было никаких альтернатив. Это очень сильно портило геймплей, потому что Фортнайт в первую очередь это не Майнкрафт, а шутер, в котором нужно стрелять, а не заморачиваться над тем, где что, как достать. Ну и хорошо, что в этом сезоне всё пофиксили, как бы крафт остался, но при этом есть другие альтернативы. Например, такие как, во-первых, нормальное оружие, во-вторых, игровые автоматы и верстак. Правда, к сожалению, там можно улучшать или покупать что-то исключительно за золото, и я считаю это не очень-то и правильно. В 15 сезоне было справедливо за золото покупать экзотические оружия у ботов, потому что они, во-первых, того стоят, и во-вторых, они не так часто используются в игре. Ну а игровые автоматы и верстаки используются игроками крайне часто, поэтому золота будет хватать не всегда. Также не могу не заметить возвращения снайперских винтовок в нашу игру. И этот факт меня очень сильно радует, потому что, насколько я помню, в предыдущем сезоне у снайперок было альтернативы в виде лука. Но, если честно, я уверен, никто не использовал лук в качестве снайперки, потому что это просто неудобно, и я вообще не понимал, как ими пользоваться. В 16 сезоне луки отлично использовались в качестве необычных предметов. Например, для того, чтобы раскидать несколько гранат, или, например, что-то поджечь, или кинуть бомбу в вонючку, да, луки помогали, но точно не в качестве снайперки. Ну и, в принципе, касательно новых оружий, это всё. Да, если говорить про 17 сезон в качестве оружия, игрового баланса, то да, здесь можно поставить однозначно лайк. Если говорить про новый транспорт в виде летающих тарелок, которые могут поднимать предметы, то это прикольно, что-то новое и необычное для нашей игры. Данный транспорт добавляет в игру много экшена, поэтому геймплей становится интересным и более весёлым. Можно также поставить лайк, но с одним условием, что этот транспорт должны убрать из режима арены, потому что в режиме арены этот транспорт только всё портит. Хотя, с другой стороны, он не такой уж имбовый, но, по сути, в арене им никто пользоваться толком-то и не будет. Не вижу смысла его видеть в режиме арены, поэтому можно было бы и убрать. В принципе, касательно всех новых оружий, предметов и транспорта в новом сезоне, я высказался, вы, наверное, сами всё поняли. Теперь давайте перейдём к сюжету, к боевому пропуску, ну и, конечно же, к новой карте. Здесь уже, к сожалению, не так уж и всё красочно. Ещё не играл в криминальную Россию со своего смартфона? Для тебя шикарная новость! Матрёшка — это бесплатная онлайн-игра про Россию, в которой можно погрузиться в игровой процесс с максимальным комфортом. Неважно, где ты находишься — на учёбе или работе, диване или на улице. Ты можешь стать кем угодно. Специально для тебя доступен также голосовой чат, благодаря которому ты сможешь разговаривать со своими друзьями. Заинтересован? Тогда загружай игру, вводи промокод TOPGAME и получай бонус для первоначального развития. Матрёшка, создай свои правила игры. Про этот сезон сказать нечего, центральную локацию вообще убрали, там теперь инопланетная пустошь, которой просто вот реально делать нечего. Да, это новая местность, но там стоит всего лишь пару сундуков и прыгать туда игрокам я абсолютно выгоды никакой не вижу. Другие локации по типу фермы просто вернули, потому что они уже до этого были в игре, ну а прочие даже не стали трогать. В общем, я уверен, однозначно дизлайк, веселей здесь никакого не вижу. Ну да, вы можете сказать, что всё же таки добавили какие-то новые инопланетные аванпосты, на которых находятся, кстати, новые NPC и на которых можно найти эксклюзивное оружие, но здесь также есть небольшое но. Это всего лишь навсего небольшие постройки, разбросанные по всей карте. Им всегда должны прилагаться как минимум несколько основных больших локаций, в которых и должен происходить весь движ. В общем, короче, эпики здесь облажались и сказать мне больше нечего. Также хочу немного высказаться насчёт сюжета. Как я уже говорил, то космическая тема, да, это прикольно, мне нравится, но по сути это никак не связано с основным сюжетом. Вот в 15-16 сезоне, да, сюжет был. Пришелец сдерживал нулевую точку, агент Джонс имутил какие-то дела, в общем, было всё понятно и даже немного интересно. А в 17 сезоне вообще ничего не понятно, откуда взялись пришелецы, с чего они решили на нас напасть и, в общем, вопросов много, мало ответов, как всегда. Здесь мы однозначно ставим минус и переходим к финальной части обзора, а именно БП. Боевой пропуск в этом сезоне вышел достаточно неплохой, есть много интересных эмоций, много крутых скинов и тому подобное. Мне нравится коллаборация с Риком и Морти, хоть я и не смотрю этот мультсериал, но всё же я захотел получить скин Рика. Из минусов могу отметить очередную коллаборацию с DC, да, хотя бы Марвел они уже закончили, но всё же DC ничем не отличается от Марвел и я лично уже устал от этой всей супергеройской темы. Искренне надеюсь, что после Супермена никаких супергеройских локаций мы в Фортнайте больше не увидим. О содержании нового боевого пропуска я уже высказался, теперь хочу кинуть пару слов о его новой механике. В принципе да, с первого взгляда я подумал, что это какая-то фигня, зачем они что-то поменяли, лучше бы оставили боевой пропуск, как он был до этого. Но сейчас я понимаю, что эта система намного лучше, чем была до этого. Эпики решили предоставить нам выбор того, что мы хотим взять из боевого пропуска. За выполнение заданий мы получаем звёзды боевого пропуска, уже за эти звёзды мы можем выбирать и покупать себе все награды, которые есть в боевом пропуске. Я считаю это очень круто, тем более для таких, как я, игроков, которые не особо любят прокачивать БП и им, собственно, не всё нужно, что находится в боевом пропуске. Например, лично мне главный в боевом пропуске это вибаксы, пару скинов, ну и, конечно же, танцы. Ну и я спокойно могу выполнять задания и покупать себе исключительно вибаксы, скины, ну и, конечно же, танцы. Тем самым я успею собрать всё, что мне нужно из боевого пропуска и при этом опустить то, что мне совершенно не нужно. Ну и, в принципе, это всё, что я должен был рассказать вам о новом 17 сезоне в Фортнайте, поэтому сейчас я затрону немного тему, что касается конкретно мобильного Фортнайта в 7 сезоне 2 главы. Во-первых, могу сразу поставить лайк за хорошую оптимизацию нового сезона. Я привык к тому, что в новом сезоне всегда на начале Фортнайт Мобайл очень жёстко лагает и играть практически невозможно. Но последние несколько сезонов эпики меня прекрасно удивляют тем, что делают великолепную оптимизацию, поэтому вы сейчас видите геймплей нового сезона в Фортнайт Мобайл и при этом без всяких лагов. Ну а так, пока что других изменений в Фортнайт Мобайл я не заметил. Искренне надеюсь, что смогу поиграть в новый сезон с айфона или айпада, когда Фортнайт вернут в App Store. Ну а у меня для вас пока что это всё. Огромное спасибо за просмотр этого видео. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента и до сих пор не поставили лайк, то обязательно сейчас же это исправьте. Я старался. Также пишите, что вы думаете насчёт нового сезона, было бы интересно узнать. А также обязательно пишите в комментариях слово Семеро. Таким образом я пойму, что вы досмотрели этот ролик до конца и, конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну и по традиции, с вами как всегда был Матвей. Аста луэго. Субтитры сделал DimaTorzok